Новый дом и своя теплая, современная квартира – это мечта многих колымчан. Но есть среди них те, для кого этот вопрос выживания. Так вопрос стоял для жителей районов Магаданской области, чье жилье было призвано аварийным до 1 января 2017 года. В минувшую субботу первые счастливчики получили из рук губернатора Колымы и руководителя фонда содействия реформированию ЖКХ ключи от нового жилья в жилом комплексе Нагаевский по улице Клубной. «Когда сказали, ребята, надо сделать, что очень ответственно подошли, значит, малый бизнес у нас поднялся, потому что торговый бизнес, скупили все обои в городе Магадане, кто-то самолетом привезли. Поэтому здесь квартиры, скажем так, каждая не похожа на эксклюзив, одна на другую не похожа, значит, можем просмотреть. «Прошли, что вас покажут? Тупица? Нет, дома теплые получаются? Нет. Тупица еще не на пол, сейчас. Дома теплые. Поначинали, по два месяца надо даже больше, конечно, промерзше вести». Впервые в Магадане новые дома изначально имеют специально оборудованные квартиры для лиц с ограниченными возможностями. Дворовая территория у новых домов уже оборудована спортивной и детскими площадками. По внешнему периметру новостроек, автомобильные парковки. «Дорогие колымчане, уважаемый Константин Георгиевич, мы очень старались и продолжаем еще работать над тем, чтобы выполнить соглашение, которое подписали с вами, закончить программу переселения из аварийного жилья, признанную таковым до 1 января 2017 года». Новоселов власти не оставят один на один с многочисленными хлопотами и проблемами переезда. Об этом новых жителей областного центра заверил личный руководитель фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицын. «Я надеюсь, что Новый год вы уже встретите в квартирах. Мы сейчас с Сергеем Константиновичем поговорили. Если нужна какая-то необходимая помощь, переезда, поддержки, все вам будет оказывано». Для столицы Колымы это настоящее событие. Магадан входит в эпоху масштабных строек, которых не было больше 30 лет. «Здесь совершенно другая конструкция, совершенно другие квартиры. Это новые, выпущенные в основном строительные материалы здесь, на возобновленном заводе строительных материалов, что дает основание, что и следующие дома, объекты социальной сферы могут строиться не в монолитно-каркасном варианте, это очень трудоемкое дело, а в сборном железобетоне, как это сделано здесь». Новый микрорайон уже взяла на баланс управляющая компания. «Обслуживание только-только приступили, временное обслуживание. То есть мы провели обследование, конечно, сетей, инженерных, электрических сетей. Ну, пока все устраивает, все хорошо. Замечаний, как таковых, больших нет». Съемочная группа «Вечернего Магадана» побывала и на первом осмотре новой квартиры колымчанином Сергеем Найденко, переезжающим с неперспективного поселка Берелех. «Отличное». «Тебе наем как? Нравится?» «А вы знаете, я первый раз сюда появился. Мне нравится. Мне главное, что нравится квартира, а с того меня... А микрорайон всегда понравится». Олег Дудник, Александр Фещенко. Специально для «Вечернего Магадана». Специально для «Вечерного Магадана». Специально для «Вечерного Магадана». Специально для «Вечерного Магадана».